Дорогие друзья, секреты и интересные моменты в навыках, которые вы, вероятнее всего, упускали. Друзья, у меня есть канал стрима Мистер Кэт, Скайрим, прохожу на 100%, Элден Ринг, так же само. Ссылочка в описании. Залетайте на вечерок практически каждый день. Возможно, вы не знали, но если на клавиатуре нажать вот эту кнопочку, то сразу откроются навыки. И самый часто задаваемый вопрос, зачем? Зачем сбрасывать любой навык на легенду? Когда вы прокачаете какой-то навык блокирования, двуручка или одноручка, вы сможете нажать пробел. Объявление навыка легендарным снизит его до 15 и вернет вам соответствующие очки способностей. Продолжать. Что это нам даст? А это нам даст то... Что под навыком появится вот такой вот дракон. И так можно делать бесконечно. Ну конечно, когда вы докачаете опять же блокирование или какой-то другой навык до сотни. Друзья, это нам даст прокачку. Прокачку здоровья, магии или же запас сил. Увы, вы теряете в том, что вам опять придется качать все заново. Но, когда вы один раз прокачиваете какой-то перк, вы получаете уже хорошее снаряжение, хорошие щиты или мечи. И повторно прокачиваются быстрее. Намного быстрее. Особенно если вы знаете разные фишечки. Объятие любви, бонусы и так далее. Корону Этери еще можно взять. Да. И опять же, после сброса у вас появляется азарт. Уровни один за одним. И это стимулирует прохождение. Часто было такое, что вы докачиваете до предела и все. И как-то все останавливается. Да, из данжи. Но нет какого-то развития. Меня это всегда волновало. А вот когда делаете так, у вас бесконечное развитие. Да и при том, волнами. Когда вы только сбросите, будет очень сложно. Но потом становится легче, 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 легче. И ты такой чувствуешь, блин, хочу хардкора. Сбрасываешь и заново. Офигенное чувство. Ну а там все зависит от вас. Хотите и не сбрасывайте. Все. Но некоторые навыки я прям рекомендую сбрасывать на легенду хотя бы один раз. Зачем? А затем, друзья, что если вы, например, в блокировании прокачаете блок на бегу, вы можете быстрее двигаться, закрывшись щитом. Но также, если вы блокируете любым оружием. Да. Без этой способности вы очень, очень, очень медлительны. Но прокачав блок на бегу, вам становится намного комфортней. Увернуться от удара или стрелы. Это точно. И если вы прокачаете блок на сотню и сбросите его после того, как прокачали уже блок на бегу, вы все теряете. Но! Блок на бегу остается работать. Да, мои хорошие. И теперь, когда вы заново будете качать, вам не нужно будет качать способность блок на бегу. И тем самым, вы сможете сэкономить одно очко способности и вкинуть куда-то в другое место. Улавливайте. И такой фокус не только в блокировании. Но многие задаются вопросом. Блин. А блокировать-то можно не только щитами, но также и оружием. Одноручным или же двуручным. Какие перки, какие способности будут работать? Друзья, щитоносец работает. Да, не так эффективно, но с каждой прокачкой все лучше и лучше. Быстрые рефлексы работает. Отбивание стрел? Увы, простите. Нет. Также защита от стихий. Но, если вы найдете кое-какое колечко, которое показал в своем билде-гайде самый сильный паладин. Работает. Прикиньте. Блок на бегу? Конечно, работает. Живой молот? Простите. Но нет. Не работает. Дальше. Силовой удар плашмя? Работает. Смертельный удар плашмя? Работает. И также обезоруживание? Также работает, друзья. Теперь о блокировании знаете чуть больше. А сейчас я вам покажу один из любимейших моих навыков. И, конечно же, это стрельба. И, конечно, вы знаете, что тут на 60 уровне стрельбы можно прокачать егеря. Вы можете быстрее двигаться с натянутой тетивой. И это реально очень сильно может вам помочь. Потому что без егеря вы очень медлительны. Когда натянули тетиву, ни от стрелы, ни от молота увернуться. Тем более от магии. Как только мы ее качаем... Это, конечно, кайф. И назад, и в лево, и вправо, и вперед куда угодно. Круто. И, друзья. Возможно, вы не знали, что если вы прокачаете стрельбу до сотни, обязательно кините в егеря и сбросите на легенду. Эта способность будет работать. Да. И вы только задумайтесь. Теперь можно качать только левую ветку. И все. До снайпера. Егеря больше не нужно. Криты желательно, конечно. Но бережливый охотник. Находить больше стрел. И егеря можно просто не качать. Охренеть. Но также у лучника есть довольно любопытные способности. И одна из самых загадочных, как мне кажется, это критический выстрел. 20% вероятность критического попадания, при котором наносится на 50. больше критического урона. Но сколько этот критический урон? И как его раскачать? А никак, друзья. Он привязан только к базовому урону. И все. Оружие. Вот есть у драконьего, например, 20 базовый урон. Все. К нему привязываются. И дополнительно вы получаете крит. там буквально плюс 5 урона. Все, ребята. Это 5 на 50 больше. Будет 7 и 6. Образно говоря. Но. Для моего прохождения это полезно. Потому что я не раскачиваю лучника с помощью такого, как кузнечное дело. А вы знаете, что с кузнецом можно ого-го урон. И всех валить просто с одной тычечки. но мне так более интересно играть, потому что я получаю небольшую прибавочку. И мне хватает. Только в том случае еще, если я качаю скрытности тройной. Скрытые стрелковые атаки носят трое больше урона. Это тоже распространяется на тот мизерный крит. И я повышаю свой урон. Но опять же, более эффективно все-таки или у кузнеца, или у алхимии. Создать яд. Конечно. Конечно, друзья. Знаете. Так что можно вообще качать только левую сторону. Орлиный взор. Нажимаете правую кнопку мышки. Экран приближается, но тратится стамина. Твердая рука. Это если близко противник. Или же если вы хотите поймать в воздухе стрелу. Можно. Я показывал. Мощный выстрел. Пошатнуть. Это микростан 50%. Но только не работает на крупных. Это великаны, мамонты, лоркеры, ну и драконы. Конечно. Быстрая стрельба. Вы натягиваете тетиву на 30% быстрее. А особенно вкусненько. С зефиром. Потому что у него уже 30%. Получаете 60%. С луком ауриэля. Ну и по-моему также с луком теней. По-моему там этот перк работает. На стриме проверяли. И снайпер. 15% вероятность парализовать противника на несколько секунд. На сколько секунд? На 10. На 10 секунд. Спасибо за просмотр. Поддержите лайком. Если вы хотите узнать еще другие интересности по другим способностям. А поверьте они есть. Поддержите видео лайком. Подписывайтесь. И пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok